На выборах Европарламента проголосовали только 30% избирателей Латвии, что говорит о рекордно низкой активности. Победу одержала партия Единства. Сами они признают, что не ожидали такого количества голосов. Единство выиграло выборы с большим отрывом, получив 4 из 8 депутатских мандатов. За национальное объединение проголосовали 14,25% избирателей. Они получили один мандат, и в Европарламент снова прошел лидер списка Роберт Зиле. За национальное объединение проголосовали 14,25% избирателей. Они получили один мандат, и в Европарламент снова прошел лидер списка Роберт Зиле. Партию согласия поддержали 13,04% избирателей. В Европарламенте ее будет представлять Андрей Мамыкин. Союз зеленых и крестьян, набравший 8,26% голосов, будет представлять Ивета Григула. Также Латвию в Европарламенте будет представлять нынешний евродепутат Татьяна Жданок от партии Русский союз Латвии. За нее проголосовали 6,38% избирателей. Жаркая погода, которая стояла в Венспусе в минувшие выходные, существенно повлияла на количество желающих проголосовать. Куда охотнее люди отправились на природу или на пляж. Молодые приходят рано, семьями. Скорее всего потому, что хотят после поехать к морю. Пожилые люди не спешат. Они приходят с чувством ответственности, знают, что это надо сделать. Посещаемость средняя. Люди приходят равномерно. Ждем больше избирателей. Люди достаточно проинформированы. Почти никто ничего не спрашивает. Позже будем считать голоса. Мы работаем до полуночи. Потом отдаем бюллетени главной комиссии. 19-летний Арманд рассказывает, что если бы можно было голосовать не по месту декларирования, то студенты голосовали бы больше. Им бы не пришлось ехать домой, который часто находится достаточно далеко. В избирательный участок она приехала сопровождающим, так как передвигается в инвалидной коляске. Она не единственная русскоговорящая, которая отправилась в этот день в избирательный участок. Вы знаете, я считаю то, что даже если кто-то сделает неправильный выбор, он все-таки попытался что-то сделать. Это самое главное. Сидеть и ждать, что что-то поменяет по себе, это не тот вариант, который нужен нормальному человеку. Вы себя чувствуете как гражданин, который может что-то изменить? Во всяком случае, я считаю, что нужно приложить все усилия, чтобы что-то поменять. Анита не хотела идти голосовать, но ее уговорил муж. Она пошла на выборы только из-за меня. Она вообще не хотела идти. Я сказал ей, хотя бы пустой бланк брось. Еще не решила, за кого голосовать. Решит, когда получит списки кандидатов. Это обязанность, которую нужно выполнить. Соседи, друзья тоже ходят голосовать. Я встретила здесь соседа. Все в порядке. На вопрос, верите ли вы результатам работы депутатов в Европарламенте, отвечают по-разному. Если они будут работать поодиночке, то не верю. Им надо работать в команде. Я хожу на выборы, потому что у меня проблемы со здоровьем и надеюсь, что в этой сфере что-нибудь изменится. У меня маленькая пенсия. Разве можно выжить на 93 евро? Хотя я работал 28 лет. Голосовать – это обязанность гражданина. Мне было нелегко выбрать. Сначала я думала об одном кандидате, потом о другом. А голосовать буду за третьего. На мое решение повлияла последняя реклама по телевидению. Реклама много значит. Я думаю, что если кандидаты умные люди и будут хорошо работать, то они смогут повлиять на работу Европарламента. Ведь там работают представители 27 государств. И достигают того, чего они хотят. Есть люди в моем окружении, которые не ходят на выборы. Хотя я пыталась их уговорить. Чтобы не менять планы на выходные, была возможность проголосовать на два дня раньше. Этим и воспользовался мэр Венспуса Айвар Лемберг. По результатам выборов известно, что в течение пяти лет нашу страну и всех нас будут представлять Валдес Домбровский, Артис Пабрикс, нынешний депутат Сандра Калнеты и Криш Янис Каринч от партии «Единство». Партию согласия будет представлять журналист Андрей Мамыкин. Союз зеленых и крестьян – депутат Сейма Ивета Григулы. Национальное объединение – нынешний евродепутат Роберт Зилы. Русский союз Латвии – депутат Европарламента Татьяна Жданок. Всего в голосовании участвовало 445 225 человек или чуть более 30%. На 8 мест в Европарламенте претендовали 170 кандидатов из 14 списков.